Из-за таяния снега в республике создается угроза обрушения. Работники коммунальных служб предупреждают, пока все крыши не очищены от льда и сосулек, лучше держаться подальше от стен домов. Такие снежно-ледяные глыбы на многих крышах. Их падение очень опасно, поэтому в муниципалитетах идет активная уборочная кампания. Снег и сосульки счищают повсеместно. Ограждающие линии – сигнал для жителей. Необходимо обойти это место стороной, чтобы не получить травму. Управляющие компании должны особое внимание обращать не только на кровле, но и наличие снега на придомовой территории. Уже нужно сейчас проводить работы по чистке отмосок, для того, чтобы исключить падание талых вод. Особое внимание надо уделить территориям, где собирается много людей. Это школы, торговые центры, детские сады. В средствах массовой информации на днях прошло сообщение об обрушении под тяжестью снега крыши веранды в одном из детсадов Новочепоксарска. К счастью, никто не пострадал. Веранда была аварийная, снег, поэтому с нее было чистить опасно. За ночь еще выпало очень много снега. Снег сейчас мокрый, липкий, тяжелый. Осенью 2020 года. Тут же веранду огородили оградительной лентой, чтобы дети туда не заходили, и, соответственно, там никто не гулял. На этом участке дети не гуляли, и этой верандой никто не пользовался. Это произошло вечером в учреждении, и на улице никого не было. Делом заинтересовались Следственный комитет по Чувашской республике и прокуратурой города Новочепоксарск. В отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2, статье 10.3 Закон Чувашской республики об административных правонарушениях. Это как раз-таки нарушения, связанные с уборкой снега, наледи, с крыш, козырьков, веранд и прочего. Также Следственным отделом по городу Новочепоксарску, Следственного комитета, возбуждено дело уголовное по пункту Б, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса с оказанием услуг ненадлежащего качества. На данный момент ведется следствие. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Павел Иритков, Республика.